Что важно при монтаже кладки, чтобы трещин не было, мы проводим. После стены штукатурки мы приступаем для того, чтобы проверить работоспособность системы. Очень важный пункт это замена отопления. В большинстве случаев именно эту шумоизоляцию. Стоимость чернового ремонта под ключ. Всем привет! Сегодня мы приехали в жилой комплекс Селигер-Сити. Здесь у нас однокомнатная квартира площадью 33 квадратных метра, в которой мы выполняем черновой ремонт под ключ. Наш заказчик из региона, поэтому за ремонтом он следит удаленно. В черновой ремонт входит возведение перегородок, штукатурка стен, черновая электрика, черновая сантехника, также замена отопления и шумоизоляция. Сейчас по каждому пункту пройдемся отдельно, и я вам расскажу, какие технологии, какой материал мы используем. Перегородки мы возводим из газобетонного блока толщиной 10 см. Можно класть стены из ПГП, либо из гипсокартона, но в нашем случае это универсальный материал, который выигрывает по практичности и акустическим свойствам перед конкурентами. Кладем мы блок на монтажный клей КНАУФ ПЕРФЛИКС. Каждые три ряда мы используем армирующую сетку. Вот вы можете видеть, она синего цвета. Что важно при монтаже кладки, мы не доходим до потолка 2-3 см, потом этот шов заделываем монтажной пеной. Это сделано для того, чтобы нагрузку от плиты не передавать на возведенные межкомнатные перегородки. Также дополнительно каждый ряд мы крепим к несущим стенам при помощи подвеса для гипсокартона и дюбель гвоздя 6х40 см. Кладка получается жесткая, к плите она никак не привязана. Очень много кто пытается это забивать раствором, но это не нужно. Оставляете 2-3 см, вот вы можете видеть, проходит свободно гофра. И потом это все запенивается монтажной пеной и получается хороший шов, который не передает нагрузку с плиты перекрытия. После возведения перегородок мы штукатурим стены обязательно механизированным способом, вне зависимости от объемов. Получается быстрее и качество раствора выше, потому что замес происходит автоматизированный при помощи штукатурной станции, а не вручную. Что важно? Вот я вам сейчас на разрезе покажу. То есть вот слой штукатурки, газобетонный блок, штукатурка. Вот желтую вы можете видеть, это специальная грунтовка для газобетонного блока. Это вот Кнауф Миттель Грунт. Разводится 1 к 3, 1 к 5 в зависимости от основания. Это специальная грунтовка, которая не позволяет влаге и штукатурке попадать в блок. Дополнительно на вновь заведенные стены, а также межквартирные стены из газобетона. Вот, к примеру, эта стена у нас разделяет две квартиры, выполненные из газобетона толщиной 20 см. Мы сплошняком наносим армирующую фасадную сетку, для того, чтобы избежать появления трещин. Потому что дом новый, высокий, существуют деформации в процессе осадки здания. Поэтому, чтобы трещин не было, мы проводим дополнительную армировку. В санузлах мы используем цементную штукатурку Кнауф Унтерпуц. Вот она, видите, она серого цвета. Вот Унтерпуц, газобетонный блок. И штукатурка механизирована белого цвета уже на гипсовой основе. То есть вы можете, так сказать, почувствовать разницу между цементной штукатуркой и гипсовой. После стены штукатурки мы приступаем к электрике. Вот вы можете видеть внутриквартирный щит. Уже стоят автоматы, узожки и дифы. Соответственно, все разбито по группам. Электрик у нас вся выполнена по потолку. Широкая штроба. Здесь кабель идет без гофры. А дальше уже по потолку на клипсах. Мы сейчас клипсы используем ДКСовские. И гофра 20 серого цвета тоже производитель ДКС. Мы сейчас используем только этого производителя. Соответственно, делаем штробы, прокладываем кабеля. И у нас электрики штробы не замазывают. И они вот нарезают гофру кусочками. Зажимают так, чтобы кабель держался. Уже маляр приходит, грунтует эти штробы и уже замазывает. Вот электрик только вмазывает подрозетники. Разводит немножко штукатурки. И, соответственно, сажает подрозетники на гипсовую смесь. Здесь у нас телевизор. Вы можете видеть два интернетовских кабеля. Телевизионного кабеля в этом доме уже нет. Поэтому один сделан под интернет. Другой сделан под телевизор. Вот, допустим, здесь у нас кухонная зона. Вы можете видеть розетки под варочную панель, под столешницу. А это, допустим, электрика выявлена под вытяжку. Кабель мы используем ВВГ, НГ, ЛС. Вот вы можете видеть его толщину и сравнить, допустим, с кабелем у вас на объекте. Значит, это сечение 3х2,5 на розетке. Также вы можете видеть, это вот белый наполнитель, который не поддерживает горение. На розетке у нас идет сечение 3х2,5, на свет 3х1,5. Вот у нас, допустим, свет. Вот этот кабель уже 3х1,5. Вы можете видеть, что он тоньше, чем кабель на розетке. Очень важно, когда мы электрику всю смонтировали, мы, соответственно, зачищаем провода и соединяем все вот на таких вот ваках. И ставим временные розетки и выключатели для того, чтобы проверить работоспособность системы, чтобы все стояло на своих местах. И у нас приезжает технодзор и проверяет, как работает каждая розетка, каждый выключатель. Также в черновой ремонт входит эта прокладка трассы для кондиционера. Вот смотрите, здесь огромная дырень, огромная штраба некрасивая. Это вот делала управляющая компания. Вот они проштрабили, вывели кабель. Это уже штраба наша, которая идет в канализацию, слив для кондиционера. Кондиционер будет у нас расположен вот здесь, вот его небольшие очертания. Вот эти вот уже коммуникации проводили мы. Очень важный пункт – это замена отопления. Вот смотрите, вот у нас входная дверь и подача и обратка на отопление идет целиковой трубой и попадает в коллектор. Видите, что здесь нет ни одного соединения, которое будет в стяжке и которое, если потечет, мы с вами не увидим. Соответственно, бесшовная труба без дополнительных соединений попадает в коллектор, который находится в квартире. Он будет скрыт шкафом, его не будет видно. Соответственно, у нас это горячая, это подача, это у нас обратка. У нас здесь два потребителя, поэтому два прибора отопления. Вот эти вот отсеченные краны – это сделано для того, чтобы перекрыть полностью отопление в квартире. И также вот эти два крана есть у вас на этаже. Вот эти специальные устройства сделаны для того, чтобы стравливать воздух. Если будете чувствовать, что у вас приборы отопления не греют зимой, здесь вот спускается воздух, стравливается. И, соответственно, система наполняется уже водой без воздуха и полноценно греет. На приборах отопления также есть устройство для стравливания воздуха. Смотрите, очень важно, да? На полу у нас шумоизоляция, и для того, чтобы ее не пробивать, раскладываем в специальную сетку и при помощи пластиковых хомутов крепим трубу к этой сетке. Прибор отопления остался от застройщика, но что мы сделали? Изначально выводы должны были быть и стяжки, и подходить к батарее. Мы, соответственно, делаем вывод из стены и ставим специальное устройство, которое называется мультифлексы, и у вас вывод именно из стены. Здесь никакое напольное покрытие разрезать не нужно, чтобы пропустить выводы под отопление. Все будет выходить из стены, аккуратненько, красиво, и здесь на полу ничего видно не будет. Материалы на отопление. Коллектор, производитель Стаут. Труба у нас Rehau Stabil, и энергофлекс это утеплитель, в который мы прячем трубы. Синие это обратка, красный это подача. Теперь водоснабжение. Вода в квартиру заходит у нас по потолку, вот вы можете видеть горячая и холодная вода. Здесь без каких-либо дополнительных соединений сплошная труба заходит и попадает в коллекторный узел. Коллектор на горячую воду, коллектор на холодную. Все производитель фар, труба Rehau Stabil, все спрятано в энергофлекс, утеплитель. Вот выводы у нас под полотенцесушитель. Они у нас будут глушиться, и здесь будет электрический полотенцесушитель. Стояк канализации мы завернули в шумоизоляцию. Она как ударный шум, вибрацию поглощает. Это сделано для того, чтобы в помещении находиться более комфортно, потому что здание высокое, и все вот эти вот сливы воды, их очень слышно. Установлена система инсталляции от производителя Roka. Вот здесь у нас будет стоять мандадыр, здесь ванна. Вот, соответственно, вы можете видеть выводы под эти приборы. Вот эта стена, она полностью была нарощена из газобетона толщиной 5 сантиметров для того, чтобы проложить вот эти вот все коммуникации. Изначально эта стена полностью в бетоне, и сделать какую-то штрабу, и утопить вот эту канализационную трубу толщиной 5 сантиметров практически невозможно. Ну, и это запрещено, штрабить бетон, делать горизонтальные штробы. Поэтому эту стену наращиваем и утапливаем туда все коммуникации. После того, как мы всю систему смонтировали, мы ее опрессовываем, понимаем, что все сделано хорошо, и вот вызывали управляющую компанию, чтобы они составляли акт опрессовки на водоснабжение и на отопление. Вот, буквально два дня назад нам эти все акты подписали, все прошло проверку. Так, следующий этап – это стяжка. Вот вы можете видеть, что уже привезена сетка для армировки. Уже привезен пескобетон, это производитель Русян. Это один из лучших пескобетонов, которые сейчас есть. Залил стяжку, и через два дня уже перфоратором сделать какую-то штрабу, там, отштрабить что-то, сделать отверстие, ну, практически невозможно. Да, возможно, но нужны титанические усилия, поэтому рекомендуем этот пескобетон. Также не забываем добавлять фиброволокно, пластификатор, и также дополнительно мы еще делаем демферную ленту, помимо слоя шумонета. Требование данного ЖК – это шумоизоляция пола. Вот в данном случае у нас на полу расстелен шумонет 100 комби. Вот отличие комби от кидра в том, что у комби толщина шумоизоляционного слоя чуть-чуть больше, чем у шумонет гидра. Поэтому используем в большинстве случаев именно эту шумоизоляцию. Стоимость чернового ремонта под ключ в однокомнатной квартире площадью 33 квадратных метра в жилом комплексе Селигер-Сити. Работы нашему заказчику обошлись в 210 тысяч рублей. Стоимость чернового материала, включая сантехнику и электрику, нашему заказчику обошлось в 212 тысяч рублей. В чем плюс чернового ремонта под ключ? Вы можете разбить ремонт на несколько этапов. То есть это огромная экономия – разделить большую стоимость на несколько этапов. Это самый сложный с инженерной точки зрения этап, потому что здесь мы разбиваем по группам электрику, прокладываем трассы отопления и водоснабжения. Соответственно, делаем все коммуникации. Следующие этапы работ, чистовые, уже могут выполнять менее профессиональные мастера, маляры, плиточники, потому что уже база, а черновой ремонт – это основа хорошего ремонта, уже сделана. Итак, теперь у вас появилась возможность сделать свой ремонт в несколько этапов – в черновой и чистовой. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, ставьте лайки. Огромное спасибо, что нас смотрите. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok